Здравствуйте дорогие друзья. Новый год. Новый учебный год. Много нового. Много всякого нового у нас сегодня. И давайте начнем с того, что было еще вчера. Еще вчера мы с вами праздновали Йом-Кипур, Суккот. И каждый думал о чем-то хорошем, каждый задумывал что-то. Я думаю, что мало людей, которые думали, как начнется этот год. Но год начался так. И вы знаете, наверное, это был большой-большой сигнал нам всем. Сигнал в том, что началась эпоха Машеха. Да, мы много об этом писали. Вот конечная стадия, она действительно наступает. Написано, что это эпоха конца дней. Что написано у пророков? Всегда конец дней связан был с израильско-арабскими войнами. Тора раскрывает нам очень много вещей. Написано, что обязательно осуществится все, что написано у пророков. У пророков написано, у пророка Захарии, например, написано. Кстати, речь идет только о позитивных. Там, где негативные, там можно изменить. Написано у пророка Захарии, что только треть населения останется на земле после войны Гога и Магога. А те, кто даже останутся, пройдут через такие сложности и горнила, что и так далее. Там очень много плохо. Написано, что начнется колоссальное столкновение. Вот здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание. Мировая война начнется с огромного столкновения между христианством и исламом. Страшной войной, которая начнется. А потом они объединятся вместе и потребуют Иерусалиму и Израиля. Так написано. Написал Мальбим. 180 лет назад, когда вообще не было еще Израиль, не было страны Израиля, и даже мысли не было о том, чтобы сюда вернуться, потому что это только мечты. Но он написал, что будет время, когда Иерусалим будет израильским, когда будут евреи вернуться, создадут свое государство и многое другое. Но, к сожалению, также написано о том, что перед концом времен царство превратится, государство превратится в антирелигию и будет преследовать людей Бога. Что произошло у нас? У нас произошло то же самое. Еще неделю назад весь Израиль, к примеру, рассказываю ситуацию, был разделен на две части. Половина людей готова была убить друг друга, потому что она преследует одну партию, а вторая за то, чтобы другую. Это уже было, когда перед тем, как римляне захватили Иерусалим, была громадная гражданская война, тоже там убивали друг друга. Вот сейчас, вы знаете, сейчас такого нету, сейчас люди не делятся на партии. Вообще, вот в Израиле сейчас, конечно, сегодня был в Иерусалиме тихий город, люди опустив голову ходят, так, знаете, вот такого не было давно, вот подавленности. Но это подавленность от того, что люди, как бы, знаете, вот шок абсолютный. Но с другой стороны, ну а что хотели люди? Написано, код выживания единства. И только это единственное, что Бог сказал, как выжить вам, как побеждать единство. Пожалуйста, будьте единым сердцем, когда подошли, как подошли к горе сена, и вы победите любого врага. Вот то, что я сейчас вижу, то, что сейчас вижу, происходит. К сожалению, через боль, через страдания Израиль приходит к единству. Сегодня нет никаких, там, всяких демонстраций анти, против, все едины, все партии записываются в одну и так далее. Поэтому, вы знаете, я когда все думают, что, как и где, я расскажу короткую историю, которую вы можете прочитать у Рава Замира Коэна. Когда началась война судного дня, казалось, что все катастрофа и были тяжелейшая ситуация. И вы действительно все это рассказываете про гениальных вождей, про какое они, понимаете, решение, они не работают. Наоборот, военное руководство было в панике, как и сейчас. И никто не знал, что делать. И что произошло? Там описывается допрос пленного военнослужащего египетской армии. Он говорит, мы подошли с танками к какой-то границе, у нас было там сотни, и было три израильских танка напротив. И вдруг все остановились и стали, говорят, а что я могу сделать? С неба упала какая-то пыль, и мы все легли в моем взводе, и все были мертвы. А белая рука с неба показывала, прочерчила линию, и говорила, что дальше идти нельзя. Это показания египетских военных. То же самое происходит сегодня. Надо верить в то, что Бог управляет этим миром. И даже когда больно, и даже когда непонятно, Бог управляет этим миром, Он спасает нас. В данном случае, к сожалению, я думаю, что Бог спасал нас от разъединения, от гражданской войны в Израиле, и в результате произошло то, что произошло. Но скажите, пожалуйста, если на Израиль нападают в день праздника Бога, это значит, бросают вызов Богу? В день Симхат-Тара, в Шаббат, в Шминя-Церет, какой-то там, я не знаю, там, Амалек очередной сказал, я сильнее Бога. Ну, посмотрим, кто сильнее Бога. Поэтому надо сохранять спокойствие, надо сохранять уверенность. И главное знать одно, что если Бог с нами, то нам все равно, кто против нас. Мы обязательно победим. Брахава и Ацлахан.